Привет всем! Я сейчас хочу рассказать вам о своей мини-брасолайле котлее. У нее очень пышное название. Сама она крошка, малышка, можно сказать. Но у нее очень большое длинное название. Брасолайле котлее, йен, корона, грин, гини. Этот гибрид был отмечен Американской ассоциацией любителей орхидей. Это знаменитый гибрид и не так давно выведен. Такая вот маленькая, цветочки мелкие, где-то 5 см. Но я думаю, что при такой яркой окраске крупные цветы смотрелись бы нелепо. Она мне нравится именно тем, что она маленькая, очень компактная. Я хочу рекомендовать это растение тем, кто никак не может подружиться с котлеями. Невероятно легкий гибрид. И если вы попробуете купить эту котлею на каком-то сайте по продаже орхидеи, то всегда будет отмечено, что невероятная легкость в уходе за этим гибридом. Это Брасолайла котлея, йен, корона, грин, гини. В уходе такая же, как фалинопсис. Как бы не смешно это было. Единственное, что ее отличает от фалинопсиса, это свет. Ей нужно побольше света. Она цветет с каждой бульбы. Очень часто бывает, что с первой бульбы, когда котлея развивает первую бульбу после первой пересадки, она не цветет. Так вот эта котлея цветет всегда. С первой бульбы, единственная разница, в чем была. С первой бульбы, когда у нее было недостаточно корней, она дала только два цветочка. И вот это ее второе домашнее цветение. Она цветет тремя цветами. Три цветочка. Я никогда на фотографиях в интернете не видела больше трех цветов. Но я думаю, что у нее хороший потенциал. Посмотрим, что она выдаст в следующий раз. Цветет она два раза в год. Очень легкая. И она не выдает чехла. Бутоны идут прямо из центра, между двумя листьями. Она двухлистная. У нее два аккуратных, красивых, оливкового цвета, темно-оливкого цвета листа. Она выдает сразу бутончики. В начале, когда они только появляются, они выглядят как три зернышка пшеничных. И даже не верится, что они разовьются. Но развиваются они очень быстро. Они быстро увеличиваются. Где-то в течение двух недель с появления, с момента появления этих маленьких бутончиков, они развиваются полностью и распускаются. Распускает она цветы одновременно. Вот все три цветка распустились одновременно приблизительно три или четыре дня назад. Вот этот лаймовый цвет постепенно воцветает и становится молочным. Таким молочным. Не ослепительно белым, а каким-то таким приглушенно-молочным. Сейчас это еще яркий такой лаймовый цвет. Когда она только что распустилась, это было даже более насыщенный лаймовый цвет. Сидит она у меня в коре, средней фракции, кора и уголь. В следующий раз, когда я буду ее пересаживать, я пересажу ее в керамический горшок. Сейчас она сидит у меня в пластиковом горшке. Это кашпо снаружи. Там пластиковый горшочек с огромным количеством отверстий. Думаю, это будет сложная пересадка, потому что сейчас она разрастила корневую систему и корни торчат буквально из каждой дырки в этом горшке. Но ничего, как-нибудь справимся. В следующий раз она будет переведена в керамический горшок. И я, пожалуй, сделаю уже ей субстрат наполовину с лавой, потому что корневая система разрослась уже хорошо. Вот такая простая котлея, которую я всем рекомендую. Еще несколько слов. Еще раз повторю. Уход весьма простой. Яркое освещение, как и для всех котлей. В данный момент субстрат кора и уголь. В следующий раз я добавлю лаву к коре. Удобрение сбалансированное 20-20-20. И, конечно, кальций и магний в виде калмага. Никогда я ее не просушиваю. Поливаю я ее вместе с валенопсисами регулярно, раз в неделю. Она поливается. Летом даже можно и почаще полить. Она любит воду. Просушки для инициирования цветения ей не нужны. Перепады температуры для цветения ей тоже не нужны. Она цветет без всякого к тому принуждения. Это гибрид, который создан для того, чтобы цвести и радовать своего хозяина. Очень рекомендую это растение. Особенно тем, кто потерпел неудачу с котлеями. Продолжение следует...